Информационные технологии в действии. Седьмой по счету межрегиональный IT-форум начал свою работу сегодня в Русском доме. Его организаторами выступили правительство Вологодской области и представители IT-кластера региона. Участники форума представляют игровые площадки, образовательные услуги, а также сервисы для бизнеса и госструктур. Также гостей ждут мастер-классы, конференции, круглые столы. Подробности далее. Здесь на стенде представлен комплекс «Кордон», который имеет функцию фиксации всех транспортных средств, которые проходят через зону контроля. А значит, отыскать угнанный автомобиль на любой трассе не составит никакого труда, причем в режиме реального времени. Сервис хранит около 140 тысяч целей, по которым правоохранительные органы могут отследить, куда двигается виновник. При помощи подобной программы можно фиксировать и нарушение правил дорожного движения. Это только небольшая часть федерального аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Одной из пилотных площадок по его внедрению Вологодчина стала в прошлом году. Причем на данный момент у нас тестируется именно система безопасности на дорогах. «Безопасный город» – это система, позволяющая городским властям и техническим службам города оперативно реагировать на возникшие ситуации и в какой-то мере даже просчитывать возможные возникающие, скажем, экстренные ситуации. На территории региона внедрением программы занимается Ростелеком. Свои возможности компания демонстрирует на IT-форуме, который сегодня начал работу в Русском доме. Представители ста предприятий из Вологды, Санкт-Петербурга, Череповца, Севастополя представляют электронные разработки и ультрасовременное профессиональное оборудование. Мы на IT-форуме выставляемся уже седьмой раз. Мы стояли у истоков организации IT-форума и каждый год показываем и демонстрируем наши новые решения. Сегодня мы представляем решения для органов государственной власти и для бизнеса. Это как традиционные услуги – телефоней и интернет, так и облачные услуги, которые являются на сегодняшний день самым востребованным и быстрорастущим рынком. Так называемая облачная структура – это пакет услуг, включающий удаленную работу бухгалтера, юриста и программиста. Это еще один сервис, позволяющий легко и оперативно вести бизнес – новая телефония. Это облачная ТС, не заключается в стандартном понятии номер и все. Тут можно управлять и звонками, и записывать разговоры, и перенаправлять в любой конец земного шара, где есть интернет. Это удобно для мини-полцентров, для облачных ТС, то есть для громоздкого оборудования какого-то. То есть достаточно телефона, в принципе, личного кабинета и все. И на форуме у Волокжан есть возможность опробовать на себе эти ресурсы, а понравившиеся – приобрести. Популярен и стенд городской администрации. Здесь учат пользоваться муниципальными электронными услугами. Сейчас это делают 20% горожан. Задача за год увеличить цифру вдвое. У нас есть информационный портал, на котором есть краткие и подробные инструкции по получению список муниципальных услуг, которые в электронном виде получаются. Добавим, IT-форум пользуется популярностью на протяжении нескольких лет. И не случайно он проходит именно в Вологде, которая сделала ставку на развитие этой сферы в рамках стратегии «Вологда-Айтиград». В городе сегодня работают десятки IT-компаний. Есть и те, что завоевали мировой рынок. В прошлом году оборот в сфере информационных технологий превысил 5 миллиардов рублей. Стратегическая задача городских властей – сделать IT-кластер одним из ключевых в структуре экономики Вологды. Мария Поздеева, Максим Тишковец, Вологда-Портал.